Первый вопрос, почему я выбрала профессию бортпроводника. На самом деле, в отличие от меня от других конкурсантов, я не мечтала стать стюардессой, меня случай привел в авиацию. Я работала на телевидении, на локальном канале, работала журналистом, ведущей и как-то случайно узнала, что одна из моих бывших одногруппниц прошла кастинг в компанию тогда еще существующую, Владивосток Авиа, и предложила мне тоже попробовать испытать судьбу. Я отнеслась к этому легко и решила попробовать, и шаг за шагом судьба привела меня в компанию Аэрофлот, Владивосток Авиа, все знаете, что она обанкротилась, и потом я уже сделала свой выбор и поняла, что влюбилась в эту профессию с первого полета и поняла, что да, это профессия моей мечты, я очень рада, что я каждый день могу, приходя на работу уже с течением четырех лет, говорить, что я люблю свою работу. Я думаю, что читать уже не надо, я думаю, мы зададим вопрос. Хорошо. Я летаю на аэробусе 319, 20, 21, аэробус 330, боинг 737, сухой суперджет, вот есть, аэробусы мне больше всего нравятся, да. Почему? Ну на них я на самом деле чаще всего летаю, поэтому как-то удобнее, я быстрее ориентируюсь в нем, и поэтому боинг я недавно только получила, тип на данное воздушное судно, поэтому больше всего мне нравятся аэробусы. Ну и насколько я знаю, вот осведомлена, потому что я периодически, не то, что периодически, каждый день общаюсь с пилотами, так как я работаю старшим бортпроводником, и из уст пилотов, летного экипажа, аэробус, с точки зрения безопасности, как-то у него все автоматизировано, то есть какие-то моменты он может… Быстрая разгарметизация наступает внезапно, то есть это сразу она сопровождается каким-то глухим звуком, и, ну естественно уже действие, сразу нужно потянуть маску, застегнуть ремни, мне как бортпроводнику дать команду, и при возможности потянуть ближайшую маску, застегнуть ремни, а медленная декомпрессия, она сопровождается, может быть, мягкий свистящий звук где-то из фюзеляжа, а далее клубок дыма может быть в том месте, где произошла пробоина, и давление постепенно… Естественно, мы как бортпроводники должны контролировать ситуацию в салоне, то есть обязательно сообщить командиру воздушного судна, информирование, и дальнейший уже командир, я не летный экипаж, естественно он занимает ту высоту, на которой возможен дальнейший полет, либо уже принимает решение о вынужденной посадке где-то в пункте назначения. Какие российские пассажирские самолеты? Российские пассажирские самолеты, сухой суперджет российского производства, Туполев, Ту-214, я, кстати, на нем летала во Владивосток Авиа, вот, Антонов есть, Як, по-моему, Яковлев тоже, Як-40, Як-42. Какие направления вы летаете? Я летаю на интернациональных направлениях и также домашние рейсы, вся география полетов компании «Аэрофлот Российские авиалинии». Какой ваш любимый город? Мой любимый город? Москва. Да, я люблю этот город, я рада, что четыре года назад я приняла решение переехать в этот город из Владивостока, и я ни разу не пожалела о своем выборе, это столица, я патриот своей страны, патриот своей компании, поэтому я очень рада, что я работаю в национальном перевозчике, представляю свою страну перед иностранными пассажирами и, естественно, я люблю Москву, это центр, столица. Ну, если я скажу, что я пришла сюда участвовать, это будет ложью. Конечно, каждая девочка хочет победить на этом конкурсе, и лично я не буду исключением. Но посмотрев здесь, понаблюдав за участницами, я очень рада, что в нашей профессии, в авиации работают, мне очень приятно, за коллег из других авиакомпаний. Они, безусловно, все достойны, но мне бы хотелось победить. Спасибо огромное. Почему я выбрала профессию бортпроводника? Я родилась на Байконуре, а папа мой замначальника по обеспечению очень часто летал на грузовых самолетах Ан-12, Ан-26. Я очень часто летала с ним вместе. Самолеты вообще, ну, для меня самолеты это, ну, что-то очень такое неземное. В 1994 году мы перевелись в Москву, все закрутилось, вся мечта самолетов осталась на второй план, отошла. Школа, институт, замужество, ребенок, как-то так все ушло. Последние пять лет я работала ведущей свадьбы, свадьбы, юбилеи, корпоративы. И так сложилось, что года четыре назад я вела свадьбу девочке из Севен, мальчику из Нордвин. И когда я провела девочке из Севен, ну, это моя подруга, свадьбу, и я поняла, что мое время пришло. Правда, слишком поздно, но тем не менее я решила себя попробовать в этом плане. Очень долго я к этому шла, очень. Возрастная категория, конечно, очень играет большую роль, к сожалению. Хотя я считаю, что более взрослый человек, он более уверенный в себе, имеет уже семью, дети, и уже можно идти на этот путь. Я хочу самоутвердиться. Самоутвердиться, как бы доказать себе, что и вот это я могу. Потому что пойти в 30 лет в авиацию, это было очень сложно для меня. Но я ни капельки не жалею, потому что мне... Я до сих пор летаю на энтузиазме. Я каждый раз иду на рейс воодушевленная, и вообще мне все нравится. Полтора года. А сколько лет? 35. С 30 лет до 32 я очень долго пыталась попасть всеми пятями. В итоге я пошла сама, отучилась. И так получилось, что когда я отучилась, последний день учебы и на следующий день был набор ВАЗУ. Это моя первая компания, я ее очень горжусь. Какую школу закончилась? Джет-сервис. Что вы делаете? Могу спеть. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, Снова между нами города, Взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, Здесь у нас холодные рассветы, Здесь на неизведанном пути Ждут замысловатые сюжеты. Надежда – мой компас земной, А удача – награда за смелость, А песни – довольна одной, Чтоб только о доме в ней пелось. Падам-падам-падам! Падам-падам-падам! Падам-падам! Падам-падам-падам-падам! Я в том году также подавала заявку, но немножко у меня по графику не получилось прийти. Я думаю, в этом году я даже написала выходные и пришла, собственно. Потому что уже это как желание. Но на протяжении двух лет, значит, я думаю, что нужно идти. Трансэра также, да. Естественно, мы все перешли. В принципе, я рада, что я перешла все-таки в Россию. Дальше продолжаю летать. Вот здесь вопрос. Нет, нет, нет. Мы уже даем вопрос. Мы уже наслушались. Ага. В России, да? Да. Что вы знаете о конкурсе СОБСА? Ну, то, что он проходит во многих городах. В тот раз он проходил там Москва, Санкт-Петербург и еще, а сейчас добавились еще города Челябинск и различные другие города, там Красноярск, да. То есть теперь это как бы более глобальный такой российский конкурс, что не радует, что радует наоборот, что не может не радовать. А еще что-то это? Ну, то, что это конкурс среди бортпроводников, среди именно тех, кто, ну, как бы конкурс красоты. Зачем? Зачем? Ну, именно, во-первых, популяризовать, конечно же, профессию, авиакомпанию, ну, те, кто победит. Естественно, это также реклама авиакомпании. И, ну, также здесь... Нет, нет, нет. Пожалуйста, повторите. Повторите. Я просто сказала авиакомпанию. Ну, просто авиакомпанию. А, ну, Россию, может быть. А кто победил в прошлом году? У нас победила Олеся Кузина. А как вы считаете, почему она победила? Я думаю, что она очень долго к этому шла. Вы уже участвовали в первом конкурсе, да? Ой, еще, это сколько? Это третий уже конкурс. Вы уже участвовали в первом конкурсе. И вот ваша цель, я очень, как бы, восхищаюсь, что цель устремлен настолько человек. Я просто следила, что в первом конкурсе заняли второе место. Во втором конкурсе первое место. Это за... В первом сплитке. А, ну, там что-то такое, да? Ну, тоже, я посчитала, что это второе место. Не только, ну, красота, естественно, и упорство, и... Еще я также смотрела у вас на странице, что вы... Фитнес, 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 да? Да, да, да. Ну, я посмотрела в ВКонтакте, что, как бы, это тоже очень похвально. И я думаю, что... Ну, также знания, естественно. И также вот я еще хотела сказать, что конкурс красоты, я думаю, отличается от конкурса именно красоты и стюардесс, что у нас все-таки есть, ну, и знания также, все-таки конкурс красоты. Ну, так, конкурс красоты, это просто внешность, ну, и таланты, и все. А у нас также есть еще наши умения, наш профессионализм, наши знания. Вот. Хорошо. Хорошо. Почему? Я... Хотела сказать... Давайте без... Ну, да, давайте без... Мы уже слушались, уже все одинаково отвечаете. Ну, не знаю, давайте что? Скажите, чем будете удивлять? Ну, я... Петь я умею так, как бы, в машине пою. А так, ну, профессионально не занималась, не рискну. Сейчас у нас сцену машину нужно поставить. Ну, да. Танцевал в детстве так же, ну, давно. Ну, даже не знаю, чего быть. Так, сейчас четыре года полетов, сейчас вспомню. Угу. Так. Благодарность вам писали? Да, вот только-только. Вот сейчас на предыдущем рейсе Владивосток мне написали благодарность. У нас, значит, я... Нам загрузили наше экипажное питание. Не экипажное питание, я загрузили там в бизнесе. Я в бизнесе просто. И нам загрузили три выбора, и там все разное было. То есть там было разные гарниры. И, соответственно, мы открыли один, посмотрели, да. А потом оказалось, что все разное. Ну, я приношу пассажиру, и оказывается, что там другой гарнир. Но при этом... То есть он немножко сначала, немножко возмутился, так сказать. А потом при этом, что они написали даже нам благодарность. Ну, и мне, и старшему сотруднику. И вот, что за радушные отношения, за позитив. Вот. То есть вот это было. Достаточно. Я думаю, что не измените. Ну да, да, там... А прокричать команды можете? Прокричать именно, да? А я просто... Сейчас ты уже настроилась на это. Как у нас команды получается? Команды боссы. Так, голову вниз! Как нас учили. Я просто не могу мне эту... Как бы с агрессией будет... Да, ну я могу. Голову вниз. Оставайтесь внизу. Сгруппируйтесь. 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 Get your head down. Ну и так далее. Я не могу. Это как бы негатив пока что. Такой. Хочется. Голову с 17. И наixaщие 30 лет... Да! Тут проставь. Класс. Класс.